приветствую вас друзья у меня обеденный перерыв пока я готовлюсь сейчас выпью пилюлю пить и вот пилюлю я пью какую-то врачи прописать ну не помню бойтесь 37 лет я проживу вот пилюлю я глотаю когда-нибудь но не дай бог чтобы тоже и глотали это у меня от давления приказано пить я пью и как в эффект плацебо верю но сегодня не про это я буду вам рассказывать я же можно вести серию моих токарных рассказов вспомнил еще один из токарной моей пароходской жизни я буду из пароходской чаще потому что у меня большая часть жизни токарной происходило на пароходах и поэтому я вспомнил случай который со мной произошел на перегоне судно из германии в городе восток 54 сутки чистого хода по 10 углов не считая стоянки только чистый ход 50 56 56 суток представляете доля экватора по третьему градусу по словам экватора нельзя ходить понимаете примета плохая на 3 градуса эти нашу сторону ну ладно я короче не про экватор вам хотел рассказать а про деда щепаря был у нас в стармехов на пароходах называют дедами если кто не верит мне спросите любого моряка дед это стармех значит был у нас дед фамилия щукин звали его дед щукарь среди вот такой мужик был вообще классический бухал нормально как нормальный морской старший механик как дед ну значит было все классно очень покойный кстати вот о покойниках я красе не буду говорить плохо до нем ничего было говорить плохо он вот такой был мужик классный он пьет пьет неделю может полторы шила получает раньше шила получали шила по-флотски спирт он получает бутыль охрененный на месяц кому надо по чуть-чуть даст но он не жадно был на это к нему можно было зайти в каюту он нальет и если бухает обязательно нальет ему или кому-нибудь к нам прийти когда мы бухали раньше бухали сейчас не знаю раньше мы нормально вели себя и короче может зайти спокойно съесть с нами и бухнуть тоже ну короче дед щукарь был отличный дед вот такое царство ему небесное и вы тоже пожелать ему и вот так значит был такой специалист бухает бухает потом бас протрезвел так спустил спускается в машину у нас центральном посту управления развод всегда утром восемь часов и в обед развод значит он спускается утра и наряд делает обход по машине до восьми часов белый обход всегда чуть найдет значит приходит короче он безобидному ну надо же внушительно разговаривать с толпой короче кредит это делаем сегодня компрессор я к примеру короче берет человек и дует туда вниз разбирая значит дедушки привычка была вот такая делает сам белый сам крутит потом если что-то не получается он берет ключ или любой инструментом по юлину хрец и и да пошла на нахуй и закрывается опять в каюту и погнал вот такой еду однажды когда мы вышли из ростока получили и он а он любил еще модернизировать представляете модернизировал капитально меня узнал адам меня отца адам учил адамом отца звали это домович у меня до полу а дошли выдачи до база цепных ящиках есть сливные трубы но ему показалось что немцы сделали нехорошие тонкие бетон быстро заржаветь давайте сделаем толстую щитерные и поставим верну василички проблем значит вытащил я ему по диаметру как он сказал трубы и сейчас поддавайте я вам подъем на станке покажем она такая была труба но толстая стенка я вытащил две штуки значит позвал василища василища не говорит делай вот так нас кастую на косую игра как ну как как вот это вот разверни говорит и сделай вот так да не получится это так не режет хоть как-то говорю и разверни да давай разворачивай на делай что тебе говорят но я взял открутил поставил горит сколько градусов 65 я поставил 65 делай вот так я подвожу любой знает что это угол делает а резать если отрезать понимаете отрезать только ровно вот так и отрежет как-то и ставь этот по не поворачивай этот верхний суппорт ты отрежешь только ровно прямо я развернутым суппортом отрезал подвел отрежу да че-то не то а чё на так прямо режет почему-то вот так не режет василищ ты закарное дело учил учил лет сорок назад на училище ну вот тогда в те времена резали а сейчас говорю так не режется сейчас надо на фрезерном станке говорю только он да ну ладно но тогда даю какому-нибудь мотористу пусть ножовка перед у нас фрезера не было еще пока короче и отдал ножов мотористов они вот так от пике о какой возили был прикольно заканчивая рассказ о деде плотском моем день и у меня много где дома было на плотину дед щекарь пожалуй самый неплохой был я же много пароходов прошел и поэтому едов много а дед это общий наш начальник машиной команде я для общего вашего знания расскажу чуть-чуть иерархии машине есть главный в машинном отделении старший механик потом идет 2 механик но старший механик это администратор он принципе администратор потом идет 2 механики его помощники это второй механик отвечает за главные дизеля и и системы третий механик отвечает за вспомогательные механизмы вспомогательный механизм это какие-то сосы дизель генераторы которые освещения дают но много каких и вот и четвертый механик король воды говна и пара отвечает за вода 3 механик еще за топлива отвечает за приемку задачу за использование за заливку своей машины так далее и четвертый король воды говна и пара тот отвечает за котел который отапливать весь пароход за систему в один и всякие систем паровые это 4 механик вот так вот вот такая иерархия потом идет старший матрию это самый старший матрию он бывает совещанка старший моторист газа это сварщика вайт токарь-моторист бывает просто токарь-кладовщик я был токарь-кладовщик хотя мотористом я когда-то давно давно работал на речном флоте ну ладно друзья я заговорился наверное я же про деда говорю короче дедушка вот знание я когда я понял только почему дедушка щекарь не знал что вот так вот не режет косо одежда только прямо как ни разберни верхний суппорт если кто не верит мне попробуйте сами друзья вот а потом я узнал почему за мою практику токарную на плоти я мне много механиком подходили ко мне это там научить токарному делу я учил я потом спрашивал говорю как же так вы же там учите там не учат и тут я узнал как их учат токарному делу я одно время года три или четыре а может пять я уже забыл назад в морском нашем университете дверь ему которая имени невелисково имени макарова то есть или невисково да я за а макарова военная это невисково обирал невисково короче я там месяца три преподавал курсантом токарное дело и представляете я понял почему механики приходящие на флот не знают токарного тела хотя им обязательно надо бы знать многие осваивают сами осваивают при помощи таких тупых токарей как я на моем счету два стармеха и штук 10-15 да нет вру ну чтоб с десяток вторых механик третий тоже есть короче я понял почему они нифига не знают я преподавал им на первом курсе а им учиться пять лет стрелять на первом курсе у них всего-навсего у каждой группы значит кажется я я сейчас точно не помню часов пас тридцать или сорок токарного дела представить до обеда вот они приходят ко мне три часа их учу посовета нету иногда бывает после обеда три часа до обеда игру получил три часа после обеда бывает иногда вот поймать и так вот дело в том что пока этот механик 5 лет учится а пройдя курс токаря на первом на первом курсе он все забудет чертовой маме вообще не вспомнить что это такое он подойдет стокарному станку и будет удивляться что это за механизм он наверняка подумали что это дизель какой-то такого хитрого образца понимаете потому что невозможно можно забыть за четыре года а вот если на последнем курсе они изучали то они бы наверное что-либо помнили ну ладно друзья всего хорошего вам помните моего деда щекури от добрым словом подпишитесь на канал я жду